Всем привет, и вы на канале Уютная Куликова, и сегодня вас ждёт книжный влог. Я тут монтирую, и поняла, что я вам, оказывается, не записала начало, где я вообще рассказываю, что я читаю. Я сейчас начала читать саруманс, который вы выбрали у меня в Нильзаграме, там я устраиваю опросы. Что я буду читать в ближайший месяц, как минимум, вы сами решайте, а я выкладываю это на YouTube. И сегодня я как раз читаю эту красавицу, это «Королевство шипов роз», это первая книга в цикле. На самом деле, мне безумно нравится эта книга, это саруманс, естественно, она просто покоряет меня своим слогом, своими описаниями. У меня здесь, кстати говоря, не пугайтесь, нет самой суперобложки, которая здесь. Я просто её сняла, потому что неудобно и как-то напортится, когда я с собой беру. И, соответственно, я вот уже на 132-й страничке, потому что я начинала читать эту книгу ещё осенью. И осенью она мне показалась такой же прекрасной, как и сейчас, просто дело в том, что я в тот момент была как-то не настроена на такое долгое чтение. Потому что, как вы видите за моей спиной, вот эта вся полка посвящена, практически вся полка посвящена Саре Маас. Соответственно, вот эти вот книжки чёрненькие, а это всё цикл, который начинается с «Королевства шипов роз». Я не совсем была готова к такому циклу тогда, но сейчас я решила, что пора бы уже наконец. И сейчас я решила поставить себе таймер на телефоне, просто не заходить ни в какие-то соцсети, не отвлекаться на телефон, не отвлекаться ни на какие Хогвартса Легоси. И, соответственно, прочитать её хотя бы страничек 100, но надеюсь, что больше. Потому что, честно вам сказать, когда я вижу своих коллег-блогеров, которые я начинаю читать кшир, а потом за неделю читать весь остальной цикл, который состоит из пяти книг, получается, когда это читают залпом, я очень завидую этим людям и думаю, я хочу так же, я хочу, чтобы меня погрузила книга настолько, чтобы я залпом прочитала весь цикл просто за одну неделю. И очень надеюсь, что у меня это получится, очень надеюсь, что она быстро всё пролетит, потому что новинок у нас будет в марте много, в том числе романтических в марте будет много, и пока что мне очень хочется погрузиться в фэнтези и хочется в целом почувствовать такую атмосферу. Эта книга из-за того, что я начала её читать осенью, очень ассоциируется именно с осенью, и этот кардиган я вязала тоже осенью, поэтому я сейчас в нём и, в общем, погружаюсь в эту прекрасную атмосферу, ставлю себе таймер, меняю постельное бельё, бросаю то старое в стирку и сажусь за прекрасное чтение. Вот такие вот прекрасные рисуночки родились у меня в голове, когда я начала читать эту красавицу. Пока я сегодня читаю книжку, я решила сделать себе вкусняшек. Ну что, ребята, всем привет! Здесь предполагается книжный влог, там, где я показываю вам, как я читаю, но, к сожалению, я не могу никак вам полностью показать весь свой день с учётом чтения, потому что иногда я, например, как вчера я сидела на маникюре, я читала в электронном виде, никак не могла это заснять, но я уже на половине книги, мне безумно нравится эта история. Конечно, она захватывает своей атмосферой, и я просто в восторге, и не могу никак нарадоваться. И, кстати говоря, я вчера просто безумно вдохновилась и, наверное, нарисовала одну из своих самых любимых на данный момент иллюстраций. Я её вам сюда выведу. Вот такая вот у меня суперобложка получилась. Это такой концепт пока, что я её ещё дорисую. Естественно, выпущу, она будет продаваться у меня на Зон, там, где продаётся весь мой мерч, который я создаю как иллюстратор. В общем, да, я очень влюблена в эту книгу, но никак не найду момент, чтобы заснять вам, как в «Моносферной» я её читаю. Но раз уж такая пьянка у нас с книжным влогом, и я их очень-очень люблю, я решила сегодня заснять свой день. Немножко буду себя приводить в порядок, носить всякие кремушки и так далее перед тем, как я выйду из дома. Сделала себе такую укладку «My name is Bella Hadid». И поэтому я не хочу краситься, не хочу ничего делать с лицом. У меня сегодня были планы целый день сидеть дома, потому что у меня до этого были планы кое-куда съездить по делам. Вчера вечером я обленилась и подумала, что нет. Но сегодня я поняла, что мне нужно забрать одну очень крутую книгу и также две другие, либо одну ещё другую. Короче говоря, мы с вами посмотрим. Поэтому мне нужно поездить в разные места. Соответственно, мне нужно взять вас с собой, потому что я думаю, что будет атмосферно и классно посмотреть, как я заберу эти книжки, потом мы их распакуем дома и так далее. Раз уж я буду на той же станции, где находится магазин пряжи, мы с вами зайдём в магазин пряжи и либо купим там пряжу, либо нет, я пока не уверена. Я буквально только вчера как раз говорила о том, что у меня в марте куча-куча разных дел, в том числе и по работе. У меня сейчас работают два проекта по иллюстрациям для издательства. Также у меня в марте планируется нереально огромный дроп по моему мерчу, который я буду выпускать. Соответственно, дел очень много. И я очень-очень хотела начать вязать всякие штучки к весне. Я подумала, что я давно не вязала никакие вещи. Мне хочется связать что-то для себя. Плюс ещё, возможно, заснять часть процесса для ютуба, потому что это очень-очень атмосферная делишка. Но я подумала, что у меня в марте куча дел. Если я сейчас куплю пряжу, то я точно начну вязать, и вязание меня затягивает настолько, что я просто не могу оторваться потом от спиц и пряжи. Подумала, что, может быть, не стоит сейчас пока что покупать пряжу, но с другой стороны не знаю. Я не знаю, как всё пойдёт. Поэтому сегодня, возможно, мы заберём ещё и пряжу, возьмём какую-нибудь в магазинчике, а, возможно, и нет. Но 100% атмосферно погуляем. Хотя на улице погода ужасная, и мне она безумно не нравится, потому что я... Утром было солнце, а сейчас опять серость и куча снега, и всё это растаивает, короче. Я это ненавижу, так что, в общем, как есть. Но из дома приходится выйти. Да, я, в общем, иду на Озон, отгружать все заказы ваши, которые вы сделали. Здесь, кстати говоря, два бокса по сделке с суперобложкой. Непонятно, куда ты ехал вообще. Собирать книжу. Субтитры сделал DimaTorzok Я взяла себе там пряжу для нового кардигана. Мне кажется, очень-очень красиво получится. В общем, идём пить кофе. Я занимаюсь блогерством уже довольно давно, но я до сих пор не могу спокойно снимать себя или разговоры на улице. Я сейчас иду, когда никого нету, специально, чтобы, в общем, я не стеснялась, потому что это ужасно. В деле хочется много чего поснимать, но я не могу. Но, как вы видели, я очень атмосферно попила там немножечко кофе, взяла себе дорогу. И сейчас еду по другим книжным делам и едем в Читай-город. Мы уже были с вами, получается, в магазине, который продаёт книги в оригинале. И я спросила, мои книжки в оригинале, две новенькие, приедут уже 10 марта. Так что, в общем, да, где я такси, взяла с кофе, купила пряжу. В сумке классная книжка, которую вы уже увидели. И вот такие дела. Кстати, если помните, я говорила вам про эту книгу, которую в итоге переиздали. Которая выпущена была 100 лет назад. В Читай-городе я нашла внутренний огонь. Это ещё один цикл Армид Роуд. И, кстати говоря, здесь есть ещё одна новинка Армид Роуд в маленьком Покете. Лунный свет, тоже переиздание. Боже мой, я не верю, что здесь стоят ещё старые издания. Сумерек. Причём даже два разных издания. Смотрите, первое и вот второе. У меня, по-моему, когда я была маленькая, было именно вот это. Я обожала «Сумерки», перечитывала их постоянно. В общем, любовь. Несла ещё одну вариацию. И у меня такие «Сумерки», по-моему, тоже были. Это «Мягкий переплёт». В общем, да, я помню, что я тоже читала мягко. Но это вообще такое воспоминание. Я всё время смотрю на книги Кассандры Клэр. Здесь очень-очень много разных книг. И я знаю, что их многие любят. И ещё смотрю, я не знаю, взять, может быть, когда-нибудь почитать. Но здесь просто у Кассандры Клэр, посмотрите, очень-очень много книг. На самом деле, если вы помните вот эту книгу, я, собственно, приехала за продолжением. Я вот эту книгу засрала. Но почему-то меня тянет ко второй. Возможно, я это уже засру. И я думаю, что там слог не лучше. Если такое, но, с другой стороны, будет вам контент. Хочется, может быть, прочитать. Нашла в Чите-корде Лоран Оливер. Я очень-очень любила эту писательницу. Когда я читала у неё «Реквием», «Пандемониум». В общем, я рассказываю в одном из видео в ответах на вопросы. Думаю, можешь взять. Ну что, ребята, я наконец-то приехала домой. Я купила себе новые джинсы, которые я показываю вам примерочные. И, наконец-то, можем посмотреть всё, что я купила. Потому что я купила здесь книги, пряжу и, в общем, всякое такое. Так что давайте, наконец, смотреть. Давайте начнём с пряжи, раз часть книг вы уже видели. И там не так интересно. Я насмотрела с Пинтерест разных кардиганов вот таких вот оттенков. Такие вот нежные оттенки, которые прям супер, мне кажется, будут смотреться на таком весеннем кардигане. Кардиган будет не из смешанных этих цветов пряжи, а будет просто, например, полосками или как-то ещё, каким-то паттернам. Я пока не придумала, но, тем не менее, вот эти вот цвета, мне кажется, просто супер миксуются. Посмотрите, какие они классные. Я взяла как основной такой белый, а эти цвета вот будут миксоваться. Я очень рада, что я купила эту пряжу. Я, на самом деле, думала над тем, чтобы сегодня не покупать, а купить попозже. Но поняла, что у меня всё равно есть подарочный сертификат, который я сегодня потратила. Слово, я поняла, что я могу слушать аудиокниги и одновременно вязать. Поэтому решила, что всё-таки лучше взять, чем не взять, и потом жалеть. Поэтому такие вот красивые цвета у меня будут для будущего кардигана. Ну и давайте, наконец, приступим к книгам, потому что книг здесь много. Первую книгу вы наверняка уже все увидели, и это Lucy's Core, Things We Never Got Over. Это книга, которая взорвала весь интернет просто, и я, честно говоря, безумно хотела эту историю. Как только я её увидела у любимых зарубежных блогеров на YouTube, как они читали там эту книгу. Безумно красивая, там ещё есть такое розовое продолжение, я уже заказала. Эту книгу я покупала на сайте LogoBook, конечно, очень дорого. Но, тем не менее, я просто понимала, что эта книга мне нужна. Книга из Великобритании, соответственно, здесь странички не супер дешёвые. Хотя я знаю, что некоторые книги просто на английском у меня с такой прям газетной бумагой. Но это прям вообще супер. И я очень рада, что у меня она теперь есть в оригинале. Я, наверное, её скоро-скоро начну читать. Просто обложка, конечно, весенняя. Хочется погрузиться в неё как раз в этом марте. Вот после Кшира, возможно, начну, если не погружусь в Королевство Шипов и Роса, продолжение всего этого цикла Умас. В общем, я безумно рада, что эта красотка теперь у меня есть. Она безумно красивая, какой-то просто супер восторг. Я думаю, вы сами видите, уже наверняка хотите тоже её себе в коллекцию. Я не знаю, даже выпустят у нас на русском этого автора. Насколько я поняла, это цикл. И это первая книга, есть ещё вторая. Третья вот-вот выйдет. Она уже есть на Амазоне в предзаказе. Ну, в общем, ждём так или иначе продолжения. Я очень уже хочу и вторую часть тоже. Следующие книжки здесь у нас на русском из Читай-города. Давайте пойдём со скандального. Вообще никаких вопросов ко мне у вас быть не должно. Это книга двух авторов, русских авторов. Это вторая часть «Высоты одиночества». Если вы смотрели моё видео, которое я снимала зимой, когда я читала первую часть, это книга про фигурное катание. Это вторая часть, это продолжение первой. У меня есть первая, я её прочитала, мне она не понравилась. Понравилось только то, сколько там было фигурного катания в книге. Но я почему-то решила, вот вчера, когда я увидела, что эта книга уже в продаже, я всё-таки прочитаю вторую. Возможно, это будет звучать очень по-блогерски, но я решила, что я хочу сделать просто обзор на эту книгу, даже если обзор будет плохим. Так или иначе, просто хочется её прочитать, оценить. Возможно, она будет лучше. Кто знает, возможно, действительно авторы просто ставили всё хорошее на вторую часть. Хотя, честно говоря, подписчики мне уже говорили о том, что во второй части вообще ещё больше кринж. Но, тем не менее, я решила её взять, и бог с ним. Даже не спрашивайте меня, что было в моей голове, когда я её взяла. Просто я в какой-то момент захотела и подумала, ладно, возьму и сделаю вам обзор, и вы поймёте, стоит ли вообще начинать эти книги. Может быть, вы думали, что вторая будет лучше, чем первая. Ну, не знаю, короче, посмотрим. Вторая книга из моих покупок — это книга Киры Касс. Это, в общем, я увидела на YouTube-шортсах. Как ни странно, я просто просматривала немножечко YouTube-шортс. Увидела, что девушка рекомендует эти книги как что-то типа холостяка. И здесь такая необычная аннотация — смесь реальной истории и телешоу. Как говорят, здесь очень захватывающий сюжет. В сюжете у нас здесь 35 девушек, и у них есть шанс выпадающий один раз в жизни, шанс порвать с прошлой жизнью, на которую они были обречены с рождения, и завоевать сердце великолепного принца. Здесь у нас, в общем, борьба за одного принца среди девушек. Здесь три романа включаются в одну книжку. Я поняла, что я их ещё не читала, и они не должны быть в моей коллекции. Тем более я потратила сертификат как раз в Читой Городе на эту книгу, и была очень рада, потому что, в общем, теперь у меня будет в коллекции, и я посмотрю, когда я её буду читать. Ну и последняя книга, и это автор, о котором я упоминала в прошлом ролике, так очень таинственно. Это автор Ли Бардуга и её девятый дом. Меня, честно говоря, захватила ещё очень эта аннотация, там, где указан Ельский университет, и я подумала, мне надо, всё, я покупаю. Так что я эту книжку купила, я ещё не знакома с Ли Бардуга. Я знаю этого автора, я знаю, что очень многие любят её книжки, но просто меня можете кримить как плохого блогера, но я ещё не читала ничего у Ли Бардуга, и решила ознакомиться с этим автором именно с девятого дома, а потом уже прочитать её вот эти вот популярные циклы типа «Терекость» или «Правление волков» и «Продажное королевство», кажется, там ещё есть. Вот это всё я пока что не начинала, но они у меня есть в библиотеке, и я решила прикупить вот эту вот красотку. Так что будем с вами вместе, я думаю, читать, и буду делиться с вами впечатлениями. Вот здесь, кстати, на свету гораздо больше видно, какие мягкие классные оттенки я выбрала из пряжи. В общем, да, надеюсь, что мне повезёт, и вот из этого выйдет красота. Хотя, честно говоря, мне кажется, что мне безумно понравится то, что будет получаться, и, естественно, этого мне не хватит для всего кардигана, и я просто потрачу миллиард рублей на то, чтобы докупить всю эту пряжу и сделать из этого красоту, но это уже будет не сегодня, поэтому подумаем об этом завтра. Давайте немножечко поговорим о книге. Я мало здесь опубликовала, как я её читаю, этого процесса, но, тем не менее, я потихонечку к концу, я уже примерно на половине, чуть-чуть дальше. Я безумно влюблена в эту историю. Я думаю, многие знают этот цикл Сары Маа с Королевства шипов и роз. Немножечко расскажу для тех, кто не знает. Такой прям большой цикл, но, насколько я поняла, то ли пятая, то ли четвёртая книга про, значит, сестру главной героини, но основное действие у нас в трёх книгах точно по героине, которую зовут Фейра. Эта героиня, она живёт со своим отцом и со своими сёстрами не совсем в благополучных условиях. Здесь такая эстетика, знаете, ну, не современности, естественно. Здесь у нас фэнтези эстетиков, которые вот всё такое, типа как средневековье, я не знаю, как это просто описать. Ей приходится охотиться, добывать пищу для её семьи. Соответственно, она каким-то образом пытается выживать, помогать своей семье, но в какой-то момент происходит кое-что, и она оказывается совсем далеко от дома и встречается с народом в Фейре. Это происходит очень неожиданно. Больше, кроме этого, я про сюжет ничего не расскажу, дабы не делать спойлеры. Мне очень нравится здесь главный герой, который у нас появился. И, пожалуйста, не пишите мне в комментариях про героев, которые будут в будущем, потому что я знаю, что их там будет много, и я не очень хочу как-то заранее к этим героям привязываться, которых я ещё даже не встретила в книгах. Мне очень нравится, какая здесь атмосфера. Сара Масс пишет восхитительно. Она пишет просто, ну, это великолепно, это настолько атмосферно, настолько передаёт всю атмосферу книги. Очень мне нравится, что здесь есть сюжет, который захватывает, и между тем, как ты быстро, бегло листаешь, ты не успеваешь, как проходит какое-то определённое действие, ты уже оказываешься в другой локации, она тебя снова вдохновляет. И, конечно, главное, что я могу сказать про эту книгу, про то, что она просто забирает меня как художника в свои лапы, и просто делает так, что я хочу нарисовать всю, просто, вселенную. Я хочу каждой страничке просто. Мне кажется, знаете, есть такая штука. В зарубежном, значит, мерч-магазинах придумали, как калька внутри книгу. То есть печатают арт на кальке и вставляют в книжку. И я, честно говоря, вот себе представляю, что у меня вся книга просто в этих кальках с моими иллюстрациями, потому что я просто каждой главе хочу нарисовать какую-то иллюстрацию, какое-то воплощение того, что я вижу, потому что вот именно в плане воображения эта книга, наверное, одна из самых ярких, которые я читала. Когда ты читаешь и просто всё это воспроизводишь в своей голове настолько ярко, этот мир настолько тебя погружает, ты забываешь о реальном мире вообще. Фэнтези, конечно, мне очень нравится. И самое крутое, что здесь не начинается с самого начала про какую-то любовную линию. Я знаю, что она будет, но, тем не менее, я рада, что я пока что просто наслаждаюсь этим прекрасным миром. Я кайфую от главной героини, от атмосферы, от того, что там происходит. И я очень рада, что, наконец-то, я начала снова рисовать много, и потому что эта книга безумно вдохновляет меня на новые иллюстрации по книгам. Что, друзья, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно. Мы не дочитали Королевство шипов и роз вместе, но я обещаю вам, что в одном из книжных влогов я точно запишу вам свои окончательные впечатления. Мне книга нравится, но я постепенно читаю. Но так как много-много уже собралось контента для этого видео, я решила выпустить его сейчас, а потом уже мы с вами дочитаем, и я вам расскажу про то, что я думаю об этой книге. И, возможно, мы уже даже прочитаем несколько книг в следующем книжном влоге. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, и нравится ли вам, что я чаще стала выпускать ролики, наконец-то. Я рада, что вы были со мной. Надеюсь, вам всё понравилось, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok